когда с вами последний раз пыталась познакомиться молоденькая чекуль тяжеловато один из моих первых хайпов это когда я заступился за маму галат родина не продается только аренда молодой человек да дмитрий вы знаете что такое хайпажор нет я знаю такое что такое хайп а хайпажор может и кто-то ухаживает за кем-то нет хайпажор это когда человек а как жрет хайп да все правильно не кажется ли вам что вы потихонечку превращаетесь в хайпажора а дело в том что вообще наша вся профессия профессия артиста она нацелена на то чтобы поиметь успех успех и хайп это почти поиметь успех да конечно вот поэтому к сожалению успех это мерило так сказать популярности востребованности и всяческого другого благополучия вот в том числе финансово мне кажется что в этом смысле вы сейчас немножечко вот буквально чуть-чуть перебарщиваете вы были на версусе вы были у большого русского босса вы сейчас записали фит с прости господи хаванскими не к ночи будет упомянут да не слишком ли это много я еще к вам пришел в эфир и ко мне пришли да это вообще перебор в бреду великих я просто не хотел таким образом затесываться но тем не менее есть ощущение то что есть дмитрий маленьком очаровательный человек который из в 90-х был суперзвездой сейчас он возвращается на арену за счет интернет но это же все получается случайно вот вот это надо тоже понимать то есть то есть я я не специально сижу в твиттере и каждый день придумываю какой-то мэм у меня штука не за получается да не получается я просто делюсь своим мироощущением ироничным и самоироничным тоже как и вы то что получается словить хайп 4 даже для меня удивительно и абсолютно непредсказуем расскажите как выходили большому русскому боссу ну во первых это было уже достаточно давно 1 марта по моему и я немножко волновался потому что я не очень понимал и вообще немножко всегда волнуюсь потому что когда ты заходишь на какую-то новую территорию непривычную то есть ты выходишь и из зоны комфорта но так получилось что и на версисе и у босса и с юрой хованским когда мы мы работаем я себя чувствовал достаточно органично вот ничего там особенно такого провокативного не было для меня было просто приятный телевизионный эфир я же привыкши к телевизионному эфиру я привык к интервью вот он я прекрасно потому что они будут немножко так сказать прикалывать где-то но был в курсе были сценарии нет вот когда зашли ваши поклонницы из вот это из жека 60 плюс вы не знали что они войдут нет я я видел что гримировались какие-то баб ну тетеньки вот и но я это же моя целевая аудитория поэтому я был рад их видеть всех а потом когда они принесли эту якобы урну с якобы прахом это просто была хорошая реприза хорошая шутка ваша цитата мне нужна молодежь я для молодежи этот спектакль и сделал имеется ввиду спектакль перевернуть игру да объясните в четырех предложениях что это за спектакль почему для молодежи так призывает к тому что надо очень много трудиться надо быть широко открытым миру надо слушать разную музыку и нужно уметь преодолеть себя и тогда ты много добьешь а что он сам представляет это ваш сольный спектакль вы уходите знаешь что такое это 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 разговор между мной и диджеем девочкой молодой вот который представлен олицетворяет все молодое поколение которое не особо хочет знать какую-то другую музыку кроме той которую она слушает вот и чтобы ее образумить и научить чему-то в жизни ко мне на помощь приходят великие композиторы актеры которые играют моцарта бетховена баха майкла джексона и так далее и каждый композитор рассказывает свою очень интересную историю история преодоления какого-то физического недуга как случае с бетховеном но бихой он не слышал ничего 20 лет последней своей жизни и он писал музыку не не знаю как она звучит вот и это очень интересно он продолжал писать и на примере своей девятой симфонии это был был абсолютно триумфальный триумф он он не слышал звуков оркестра он только видел как публика стоя аплодирует и приветствует а как композитору представьте как это возможно нет нет я думаю что я пробовал приблизить такой ну у нас есть такая как бы трубка как которые которые пользовались они то есть он подносил ее к края лю и слышал вибрации которые то есть но не слух а вот вибрации которые передавались и тем самым немножко наверное мог слышать вообще-то ужасно вот бах который композитор который написал более тысячи произведений а при жизни была издана только одна кантата то есть он жил в небольшом немецком городе творил для церковную музыку но при этом абсолютно не был знаменит но он писал каждый день то есть вот это тоже тема когда ты пишешь и и прошу нас как я уже говорил все только мерило успеха майкл джексон который был ну а так сказать а вы в один ряд ставите бы того объясните почему майкл джексон моцарт и биткоин а потому что опять же за каждый за каждой личностью стоит какая-то история в случае с майклом джексоном это колоссальная популярность и при этом тотальное одиночество вот случае с моцартом это вундеркид в детстве и забытый к уже к 30 годам человек смотрите после того как вы стали хайпить просто не по-детски вы заметили то что на спектакле стало больше молодых людей хороший вопрос нет прямой корреляции корреляции скорее больше этот спектакль на этот спектакль должны обратить родители которые должны купить билеты своим родителям своим детям скале так потому что дети ну они не самостоятельные выборе и конечно идти на спектакль какого-то взрослого дядьки еще классической музыки им им тяжеловато вот но зато когда они приходят они уже мои они не пялятся в телефоне нас вот ну несколько дней назад в в казани был 42 спектакль уже 42 по всей россии на за год самая большая площадка которого собрались декален совет декален совет в 1800 мест 33 спектакль он был в санкт-петербурге логотипом в дуть это конечно хорошо но для этого интервью я выбрал кое-что интереснее hp спектр 360 бронебойная машина про которую вам прямо сейчас расскажу это трансформер в машину не превращается зато в планшет вполне например зашел на youtube и стал готовиться к следующему гостю в дудя разложил его обратно стандартную клавиатуру и начал готовить сценарий звук за него здесь отвечает ламповейшая контора bank and olofson они воткнули сюда свои топовые динамики кроме того экран он у hp яркий высококонтрастный full hd шный с тонкими рамками стиль обычно ноутбуки не от компании выглядят как пластмассовые вафельницы спектр 360 не такой это скорее офигенский стильный но алюминий и стекло еще одна киллер фича батарея если в обычном ноуте и и хватает дай бог на три часа здесь она работает минимум 12 короче я вырубаюсь раньше мощности этой печатной машинки хватает за глаза за это здесь отвечает процессор i5 и ssd шный жесткий диск на 256 гигов и все это умещается в маленький тоненький корпус полтора сантиметра если всего этого вам кажется мало вот еще один плюс в коробке вы найдете кожаный чехол для перевозки хоть в дилежансе в общем оптимальный выбор для таких многофункциональных пацанов как я и кстати здесь есть полноценный юсб порт шах и мат тарарарарара у вас только что вышел фит с хованским этим солнечно-весенним днем опять эта схема ты со мной забудешь обо всем было бы в тему как так получилось очень все просто я просто написал в твиттере с кем вас фит замутить вот абсолютно нормально естественно желание потому что вообще если говорить о фитах то бишь о дуэтах все современные значения имеют какие-то традиционные слова да дуэт для меня как для поп-артиста эстрадного это более понятно очень трудно я почувствовал на своей в том числе карьере что очень трудно сделать интересный дуэт творческий и имиджево то есть например точек кем ты хочешь сделать дуэт какой-нибудь большой артист который но на другие на другой меж ступеньки находится популярности он тебя не видит не замечает и не хочет с тобой иметь дело но по разным причинам всегда найдется сказать возможно либо ты для него не дозвонишь ли а артисты которые находятся на твоей полочке или ниже они с удовольствием это сделать но не не особо тебе нужны поэтому дуэт может быть либо очень творческий когда не важно с кем а важно то что ты увидел какого-то на улице музыканта который потрясающе играет на дуду к примеру и вот ты просто бросаешь все и просто пишешь с ним тогда это просто чистое творчество либо это имиджевая история поэтому мне кажется что когда я написал в твиттере и просто хотелось чего-то нового что-то свежего чего-то интересного и единственный человек который реально и быстро откликнулся ты был юра хованский вот вы знали о нем до того как он я с ним познакомился на версусе вот там где-то же наверх когда попал тоже было очень много там темно много людей и только ничего не понимал я же я же парень взрослый мне надо все так сказать более вдумчиво и закалим 347 да в тени вот поэтому меня представили вот есть юра здесь там джарахов там это много кого было ресторатор все там да вся светская жизнь питера вспоминает маму галата частная моя целевая аудитория кстати я хочу сказать отдельно про про эту тему потому что мне кажется что вот этот вот я считаю арт-хаус а вот этот версус и все что происходит в санкт-петербурге это продолжение вот это вот большой культуры этого города который который раньше было рок-клубом до этого была таскать поэзии броскова и так далее понимать то есть мне кажется можно по-разному к этому относиться но это культурное явление вот поэтому я знал всех и кота мне позвонил вот мой мой издатель андрей черкасского вот юрий прислал мне вот так предложение вот и так трек туда-сюда послушают мне кажется это интересно я послушаю да мне тоже кто вашу партию писал смысле ну вот у вас есть там но но у меня было и слова и было демо и я его как бы поправил под себя по поддел подрихтовал музыка не ваша музыка не моя ни музыка не слова не мы там вы уводите у хованского молодую девушку но типа да типа типа вот насколько молодые девушки сейчас стремятся вашу жизнь когда с вами последний раз пыталась познакомиться молоденькая чекуля ну сейчас в казани очень много так вот а как то выглядит они прямо пытается вам свой телефончик в карман нет не так они ничего не пытается для них очень важно со мной во-первых сфотографироваться просто они мучают меня фотографиями вот ну а дальше это все зависит уже от моей реакции насколько я проявляю интерес там или как-то вот но я человек глубоко женатый поэтому когда вы соглашались на то чтобы сделать fitz хованский вы каким-то образом изучали то чем он занимается нет я не изучал то что чем он занимается я я понимал что на версусе и в этой культуре очень много мата вот я как публичный человек стараюсь этими вещами тускать но не они но не употребляю на публике матерные слова вот и для меня было важно чтобы сам трек не нес никакой таскать особенный ну назовем это так пошлости вот и он такой оказался и если вы почитаете комментарии которые больше 50 тысяч часа в ютюбе вот там два основных комментариев это первый ролик где хованский не матерится и голос маленького прикольно хорошо звучит то есть что и то и другое удивительный прият штука которая сделала хованского знаменитым да это в том числе поливание дерьмом всех вокруг да и в том числе в тех случаях когда он реально переходит границы последняя история например он там у него конфликт с мной за муси это их дело но в этом конфликте он оскорбляет его жену и оскорбляет его маму которая много лет назад умерла от рака как это сочетается с образом интеллигента и умницы дмитрия маленького я просто об этом во первых не знал во вторых я вот видел у вас в программе с бастой тоже там там но там по-моему кто-то другой оскорблял не маги да 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 и я я так видел как достойно баста отвечал и как он так сказать с каким он огромным пиететом и уважением относится к своей маме что я полностью поддерживаю тут я очень сильно вы еще больше за это зауважал вот вот в погоне за хайпом к сожалению многие вот в том числе в этой рэп-культуре очень из и сам версус это природа этого версия в оскорблении то есть они друг друга очень сильно оскорбляют в том числе у них в норме вещи оскорблять маму один из моих первых хайпов это когда заступился за маму галата хотя это абсолютно искренне сделал сказал не трогайте маму мне просто это резануло что они обижают маму ну я дальше пошутил что она выросла на их песни вот это да это это дежурная шутка вот не более того но она зашла смотрите последнее по хованскому если бы вы знали о том как он производит контент вы пошли бы на этот фит но я бы больше призадумался потому что конечно я просто посмотрел какие-то вот я посмотрел я не смотрел его высказывание смотрел его ролики они тоже достаточно провокативные ну вот там нет не вот это не хованский пиво пьет а вот у нее там где-то есть там какие-то где он полу на кладбище там какие-то вот порабачивать ну короче есть у него вот эти вот эти вещи но тут еще что меня в нем подкупило он очень вежливо деликатно уважительно со мной общался и таскать вел и ведет себя крайне достойно вот в отношении меня по крайней ну и молодец юра хованский юрий будет дуть 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 будет юрий до завтра прощальных слов не говорим до завтра устало светит фонари был момент в 90-х не в 90-х когда у вас ну прям оторвало башню от успеха были моменты когда это был звездняк и вы сейчас готовы признать да я вел себя непотребно у меня был один момент неприятный но он не связан с башней просто я очень грубо разговаривал с одним охранником в олимпийском это был не сольный концерт а сборный какой-то был концерт и он не то ли меня то ли мы с отцом шли он отца не пускал по моему и и что-то меня так это такая была гордыня на меня нашла уже я начал с ним прям прям на его оскорблять и до сих пор это помню на самом деле и и не и чувствует чувство стыда но это это было не от звездной болезни от вот какой-то дурацкого юношеского такого максимализма но башня у меня не никогда не срывала объясню почему потому что сначала это была консерватория просто было некогда концерт восемь дворцов спорта профессор опять восемь дворцов спорта и так далее я просто был занят а потом потом началась потом я встретил лену началась клубная жизнь и так далее поэтому я просто было некогда ну вот и за счет того что родители что-то меня вселили не знаю что но у меня не было вот такого голова никогда не не кружилась короче в девяностом году в возрасте 20 лет да вы собрали олимпийск 22 за день за за день до дневной концерт даже расскажите мне как это в 20 собрать главную площадку страны 15 человек тысяч человек днем 15 тысяч вечером что вы чувствуете я вначале всегда и так играл какую-то лунную сонату я помню на потому что у меня не хватало репертуара ну и вообще я отыскать всегда таскать промотировал классическую музыку а в конце у меня была музыка и вот как раз столпа девчонок прорвала сцену когда я уже со всеми попрощался но их не пускали они прорвали сцену меня быстренько увели и сцена вся была заполнена девчонка вот там я включал музыку моего любимого питера гэбриэла из фильма последнее искушение христа вот там есть у него фантастический финал в этом в этом альбоме вот и она если такая торжественная музыка такая вот ну не знаю удивили как божественная сильно вот и что касается своих ощущений я их не помню точнее их помню они смазаны тем что у меня по всей стране были такие я в питере с кака собрал пять или шесть концертов за три дня тоже было подводе ну 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 олимпийский ну побольше зал ну это самое так все было то же самое я получил за это копейки да а копейки ты сколько 7 тысяч рублей а переведите что за это деньги можно было купить тачку можно было купить примерно с промежутком в один год либо туда либо сюда скорее в девяносто первом я поехал в тольятти дал там семь концертов в дека ваза что было для меня удивительно потому что я вообще не воспринимал тысячные залы это просто была какая-то мелочевка вообще только дворцы спорта да только дворцы спорта ими меня заставили дать мы не заставили предложили дать семь концертов дека ваза и за это мне по гос цене дали возможность купить девятку черную и это год сна была 10 тысяч рублей я запомнил я пришел ее оплачивать ко мне подходит грузин говорит семьдесят даю 70 штук да и дай только машины границ родина не продается только аренда самая дикая история которая случилась с вами на пике популярности была дикая история одна ужасная расскажите она потрепала нервы мне и особенно моим родителям это я не помню каким образом но вот как раз возвращаясь к фанаткам это то ли 90 90 90 2 год это позвонили моим родителям откуда из медицинского учреждения вот я вот не прилетел по ум из екатеринбурга но не сказали там что что-то самолетом или что-то а скале вы знаете вот у вашего сына был контакт с человеком с девушкой которая инфицирована спидом вот ну тогда вообще это бы как раз была первая такая эпидемия вот да и так далее вот и все вот это вот как-то было подстроено так что какое-то время мы не то чтобы в это поверили а просто ну переживали за эту тему и вообще-то чуть-чуть и вспомнил эту историю вот потом она исчезла там но помня сдал анализ там ничего не было ну неважно это как бы важно то что вот такие вот это просто вам так хотели бы поднасрать ну да да это это такой да потому что я не говорю таких мелочах как там при когда приношение ребеночка там маленького даже бабушки да да бабушка бабуля принимает от мной внучка а там это правнучка и так далее ну так родителям вашим да у меня бабушка жила еще с родителями а у меня был у меня я на красносельской жил верхняя красносельская улица и там был подъезд который три раза целиком делали ремонт потому что весь подъезд от 1 до 14 этажа вот это дверь где коридоры где лестница он был весь исписан три раза делали то есть я думаю это было круто надо было снять это все конечно потому что сейчас я там был так и в том числе приносили до ревущие 90 у вас мега успех как близко или в общем не близко просто все люди обычно такие успехи глушат или растворяют в наркоте почему бы ну очень ну что даже даже среди даже среди звезд ютуба что-то популярно были наркотики вашей жизни нет вообще никогда нет значит я вам скажу почему не было потому что я учился в консерватории на дневном отделении вот я с 89 года по 90 по 2004 год учился на дневном отделении и я просто реально как каким-то образом не могу понять каким образом меняется мысль вселили что несмотря на всякие всю свою популярность мне нужно было хорошо учиться и закончить консерваторию а дневное отделение консерватории это большое количество занятий тогда отношение к учебе было крайне серьезно вот это вот эти годы а потом когда уже 92 93 год когда уже первый пик популярности начал падать спадать и уже меня заменили такие брутальным парни типа тебя группа кармен да 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 и уже вот эти сладкой внешности ребята типом жени белоусова дима маликов там юра штунов они стали таскать ну пошли вниз и я впервые начал работать в тысячных залах вот вот тогда уже у меня появилась при съемке фильме увидеть париж умереть я встретил лену свою будущую жену и как бы уже тоже пошла другая жизнь вот но я могу немножко выпить с чего чего угодно водки и водки в том когда вы напивались в хлам последний раз я не напиваюсь в хлам пошли неплохо но я могу я я я прилично выпил вот сейчас поезде ехал после окончания гастролей но выпил грамм 200 виски но для меня это много когда последний раз плакали последний раз я плакал у себя на спектакле в казани но если нет пустого за нет наоборот показания очень успешно прошел спектакль и было 2 1 благотворительный а второй был полностью ни одного места не было но иногда бетховен когда поворачивается к залу и говорит что я не слышал как играли музыканты на меня молодая альтистка повернула к залу и публика и в этот момент камера направляется с экрана на публику публика и весь зал повскакивали своих мест и аплодируют стоя и в этот момент реально публика который находится в зале встает и аплодируют и люди верят что это бетховен это меня так вставляет я в этот момент играю лунную сонату вот и и у меня да мне надо прыгать на слезы кара смогли себе позволить дом на рублевке каком году это был отличным 2000 он стал больше миллиона долларов ровно ровно миллион долларов вы копили или вас уже просто были нет нет я я копил это было все что у меня есть работал до этого все это время мне всегда казалось то что жить на рублевке вообще быть богатым родителям очень тяжело потому что потому что когда у тебя есть возможности очень тяжело не поделиться ими с детьми где соответственно очень тяжело сделать так чтобы они не выросли бесполезными мажорами как вы решаете проблему надо чтобы ребенок видел обратную сторону жизни чтобы он общался с детьми у которых ничего этого нет и чтобы ему хотелось им помочь поэтому я беру ее и еду в детский дом в детский приют со стешей и мы общаемся сидим пьем чай с детьми и они мы таскать узнаем об их каких-то проблемах где-то не надо и по множестве помогаем и так далее то есть надо воспитать в ребенке сердобольность и доброе сердце вот это самое главное тогда все остальное будет мишурой вот ну плюс конечно не баловать сильно вот например у нас достаточно все жестко по по деньгам то есть то есть стефания не может себе позволить каких-то да понятно что ей нужно там нормально одеваться и 5 10 но но никаких эксклюзивов там нету но в рамках на моего достатка таскать есть там я могу и на новый на день рождения подарить там новый айфон например а остальное все мы знаем инстаграмм стефани если кто-то не в курсе друзья стефания маликова одна из самых красивых девушек живущих высшем обществе москвы назовем это так весь из инстаграм то она там просто выдающийся стильные одежде и не самый дешевый они абсолютно верно но где в том что у нее каким-то образом вот так же как бывает в жизни в нашей жизни популярного журналиста или артиста неожиданным образом начинается хайп вот и она вдруг собрала достаточно большое количество этих фолловеров да да почти полмиллиона да и самый любимый вопрос журналистов почему у нее полмиллиона у вас 160 тысяч а я не знаю почему я знаю почему а вот вы просто не для инстаграм я я не инстаграмовский чувак это было правда вот но дело не в этом а а дело в том что и у нее к ней пошел интерес со стороны и сверстниц каким-то образом и это а значит набралось там несколько сотен тысяч естественным образом да вот и потом стали подтягиваться бренды одежды которые но она не такой уж прям не многомиллионный такой человек но тем не менее к ней есть интерес молодых брендов том числе одежды и оттуда да да вы даете карманные деньги до карманы деньги даю до много сколько попросит но намного не просит она говорит папа дай мне на подарок там иду на сегодня на день рождения 5 тысяч рублей да угадал ее парень сейчас если верить прессе да это лёня сын миллиардера и бывшего губернатора тульской области виктора груздева владимира груздева владимир груздева вас заставляет волноваться то что ее молодой человек он наследник очень богатым может быть это прозвучит но во первых я володю знаю много лет вот больше 20 лет знаю вот и конечно пути господни неисповедимы как сложится судьба наших детей мы не знаем но ему удалось воспитать замечательных детей в том числе вот лёня пальчик который был скажу вам секрет влюблен стешу несколько лет и а стеша ну в силу своего струб просто не готова к ну понятно что мы все в юности как-то тогда вот и потом вдруг когда вот у нее пришел тут возраст 16-летний когда она таскать но допустила его в свою в свою жизнь свою ауру вот и мы с ним мы много времени проводим вместе и моя семья и семья володя таскать но мы у нас такие достаточно дружные семьи и с родителями вот и и мы его видим мы видим его отношения к ней мы видим к чему стремится он хорошо он умный он так сказать мы например даже если нам как-то хочется повлиять на стешу скажу вам секрет то есть и она там ерепейница к чему-то мы мы говорим лень там ну ты скажи там стеша и она его слушает ну условно там там прочитай такую-то книжку или что-то и он не мажор он не мажор да он он не мажор хотя безусловно он так сказать достойно себя ведет во всех отношениях и действительно это семья которая ни в чем не нуждается версусы вы их смотрели хоть раз до того как прийти да я смотрел версус оксимирона с джонни боем как вам я поразился таланту оксимирона честно говоря реально просто этот я еще просто не понял я думал что это понятно что они готовятся же да то есть это не фристайл да да это не фристайл хотя мне как-то все смешалось в голове и мне очень очень понравилось но с другой стороны вот видите я о чем еще хочу сказать что интернет такая конкурентная жесткая среда и никто не гнушается вот такими оскорбительными вещами конечно меня это ломать я понимаю что это spirit of the moment до момент так сказать такой же сегодняшний но но я это не разделяю я не день я не могу и не хочу делать себе какие-то делать хайп на 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 то чтобы кого-то обидеть или унизить и скорее извинюсь и встану в сторону вот даже 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 особенно перед перед женщинами не дай бог да как если женщина не права тут же извинись вот так что так что сложная мудрость да это сложно мудрость как надо прийти но вы еще очень молодой молодой человек других версиях я много не смотрел но сейчас есть интересная тенденция точнее в штатом году на было что рэперы стали встали в конфликт с блогерами то есть точнее так блогеры стали рэповать вот тот же хованский а рэперы не особо могут стать блогерами кстати не за может есть такие примеры у кого вздернет в итоге я не знаю мне трудно сказать где в том что просто для того чтобы быть популярным блогером то есть нужно все-таки быть талантливым человеком а рэпером а рэпером нужно быть талантливым поэтом тоже то есть нужно 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 иметь слова поэтому пока ничья нетрудно сказать вы в свое время вложили в фейсбук в акции фейсбука 100 тысяч долларов сколько вы вытащили оттуда потом немного к сожалению вот во первых когда и это произошло они сразу резко упали и там мой пакет стал стоять 60 тысяч долларов вот примерно но потом прошел где-то год они стали подниматься и я на на 120-130 вышел просто а если бы не вышли сколько я не знаю не но не поднул в два раза точно больше то и в 3 ну то есть по сути вы как в банк вложили ну да да то есть это несерьезно но просто это было мне в банке ну и точнее в компании сона где это делал на меня смотрят на дурака где бы чего-то держит даже там все ерунда единственно сделал это 2007 8 мнение попозже 10 11 лет у нас тут был гостем максим фадеев он просто разнес голубые огоньки которые сейчас на всех телеканалами делать эффект как вам голубые огоньки на в русском зомбоящики сейчас я тут искать толерантен к тому что это делается не для молодежи это делается для для наших родителей нужно родители люди все-таки до которые это смотрят и им это нравится по крайней мере нравилось раньше и вдруг что-то произошло просто поменялось время поменял поменял поменялась вот я я говорил это вот на встрече в казанском университете что мы взрослые артисты мы просто над как бы становимся очень большими консерваторами им им и мы но мы не хотим ничего менять и мы просто им и просто время время как катастрофически нас настигает меняет и мы потом оказываемся у разбитого корыто просто за всем быть поэтому вот видимо то же самое происходит с с телевидением на надо очень сильно поменяться а как поменяться чертова знаете я не знаю это это очень сложно а вы я просто к счастью не смотрю от других у меня голубой огонек вот вы заходите на них вот те самые где вас зовут где шампанское надо поднимать и улыбаться хороший вопрос них на меня за меня зовут но я не в первой когорте они с удовольствием ведете или вы идете как час позора нет никакого позора в этом нет я иду просто потому что эта часть профессии вот я иду но к сожалению или ну не знаю и к счастью для кимурка к сожалению я не являюсь сегодня героем телевидения но я стал героем интернета понимаешь а это круче вы не так давно написали песню для карачаева черкесии да как это произошло а у меня друзья там близкие и чуть ли не глава республики да очень хорошее отношение у нас там общий круг есть общение и просто так сказать ну как то вот за столом за гостеприимом родилась такая мысль гордим напиши что они для нашей республики красивую таскать и я написал это коммерческая история нет вы не получили гонорар за нет я не получил гонорар я просто ее сделал и подарил республики как бы приехал спел ее на на площади в день в день города и день республики вы поете от самых высоких вершин до самых прекрасных полей до раскинулось место что стало судьбой моей да и дачаева черкесия ваша судьба нет не совсем это я это я же не не я не я пою как от себя а я пою от всех жителей лирический герой а лирический герой который то есть это люди должны петь то есть они они то есть и они поют эту песню я у меня присылает очень трогательное видео где там детский хор там какой-то карачаево-черкесский поет там и так далее то есть вот это поэтому это не такой так сказать единоличное такое исполнение самый необычный корпоратив который бывало в жизни но на филиппинах вот как-то вы а во вьетнаме вот во вьетнаме был корпоратив в вьетнаме да и на там было условие там это был где-то были 90 и руководство банка тоже выехала вот и там нужно было перед тем как начал нас ведь вечер там них есть ритуал нужно было выпить кровь змеи а причем этих змеем убивали по тебе вали при тебе да это это считается особое типа кайф но для них для местных и вот они там но русские этого делать не могли поэтому смеша мешали с водкой и это в общем такая красная противная жидкость вот и короче так все естественно нарезались вот но это просто то что запомнилось но это нет в этом сам корпоративных сапсу есть обычный вот это самое но по местам не знаю чего такого снова москва москва и у меня было рекорд был девяносчертом году я за за новогоднюю ночь успел 8 концертов объехать 8 концертов да да это это запоминающаяся ночка была сколько же подняли денег тогда да немного но относительно немного потому что тогда не было высоких гонораров там три тысячи долларов или четыре тысячи долларов за выступление не называя фамилий даты всего остального самые невероятные деньги которые к вам прилетали за одно выступление тоже в начале 2000-х я уехал у меня я вообще люблю путешествовать с друзьями вот и мы поехали в первое путешествие тогда это было марокко шикарная поездка была запоминающиеся на десять дней и так далее но поступил моему директору звонок что вот в москве корпоратив вот и ну я сказал маму это такое путешествие ну как бы тогда было много работы как бы не мне было необходимости за что-то таскать держаться и директор мамы директор мамы да вот и она говорит ну вот человек хочет от чего не его невеста или жена там хотела причем страшно страннейший страннейший выбор я такого никогда не помню вот то есть этот этот человек любит любит группу пикник и корпоратива группа пикник и дмитрий малек выставляете самое интересное самое необычное я даже не знаю их творчество я но я знаю одну такую особенность что эта группа которая имеет хардкор фэнов в каждом городе то есть они приезжают и тысячный зал забивает стабильно нет могу ошибаться не знаю окей ну 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 человек хотел ну что и все и заплатил заплатил там столько сколько ну сколько много заплатил 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов это прекрасно вы рассказывали что у вас сейчас writers блок год назад вы говорили то есть вы не можете писать новые песни новые хиты как это выражается сколько страданий вам это приносит и как вы пытаетесь это побороть это побороть можно только одним образом обновлением команды и допущение в свою композиторскую производственную вещь потому что мы занимались производством музыки новых людей вот вам вот вам пожалуйста вот этот пример с тем же хованским лучше и хуже но это это произошло это случилось это успешно вот мы опять же хочу сказать что инструментальная музыка моя идет своим чередом она сочиняется можно сказать почти в стол вот потому что как бы я не выпускал каких бы там пока на на своем канале в интернете где бы я не играл все равно это 10 20 50 тысяч просмотров вот а что касается песен то мне просто хочется продолжать писать песни чтобы они нравились людям вот но я не хочу писать песни плохие взрослые такие вот шансонного направления мне нравится и я как бы из не из этого теста состою поэтому приходится идти а как-то технически выглядит вы вот думаю надо написать хит надо написать нет я так не думаю так то вообще самая самая пагубная история надо написать хит нет надо надо написать что-то стоящее достойно хорошее вот я это пишу потом это мне хочет хорошо дальше пишет поэт слова дальше аржировщик делает аржировку мы записываем я трачу большое количество времени сил усилий а потом на выходе получается что это среднее него неинтересное а поначалу кажется это круто а вот потом вот на этапе производства это как-то теряется куда-то уходит к сожалению вы знаете чем же занимаются люди которые были популярны в одно время с вами вы следите каким-то образом ну кого-то укупник вот все эти люди знаю я с ними периодически вижусь на сборных концертов анабиозе или или где ну во первых у всех разного нет недавно звонил олег газманов буквально позапозавчера он-то понятно я уверен что он сейчас от уссурийска до калининграда по прежнему собирает зала ну да но и саша бынов тоже работает активно укупник занимается музыка для кино достаточно интересная профессионально вот каким делать фестиваль в риге что они говорят вам а когда видят как много вас в интернете когда-нибудь прилетала реакция серии старой ну ты куда нет нет а прилетала прилетала реакция как это не вообще от этих людей при мало прилетает реакции оттуда что во-первых мы не так часто видимся во вторых это реакция достаточно свежие ну да последних полу по полугода можно сказать вот в третьих то что я говорил часто это поколение не сильно заходит в эти все в эту на эту территорию да нет она смотрит новости смотрит там какие-то истории вот сюда не заходит если кто среагировал на версус это была певица елка но она современная да она современная она почему-то вот когда меня видит все время чего-то такое говорит там ну как там тяжеловато на версусе было там это то есть она как-то пытается шутить и вот обыгрывать эту тему больше особо пока никто но я немножко бе я же чуть белая ворона в шоу-бизнесе я немножко отошел от официальной поп-музыки чуть-чуть то есть сначала я отошел за счет пиономании потом появились просветительские мои проекты руки музыки спектакль перевернуть игру почему это почему отошли вам стало стыдно неудобно мне стало скучно скучно да мне стало скучно и у меня перестала получаться быть нас одна в топе то есть я как бы чуть сделал шаг назад и но это это такая вот судьба я думал что мне за счет моей пионом мне просто стало скучно заниматься песнями мне показалось что я спел свои песни наш как макаревич спросили андрей девушиного песня в каком-то задавнем трюбать кончились песни для песни заканчиваются на самом деле вот и это не значит они потом никогда не появится но видимо нужен должен быть какой-то перерыв когда нужно позаниматься кем-то другими вещами я занялся фортепиано инструментал музыка для кино и так далее вот это дает творческую отдушину но это не бизнес потому что так сказать надо жить надо надо кормить семью и так далее поэтому нужно искать новые какие-то формы нужно существовать вот собственно говоря поэтому будут песни но какие они будут это вот сейчас вот этот вот мой успех вот этой песни последний вот он заставляет меня задуматься уже я готова очередной готов альбом готова пять треков ну и пи а задуматься о чем а задуматься о том стоит ли их выпускать то что мне мне не хочется чтобы они проходили незамеченным хотя я сделал два очень симпатичных трека трека с парнем которого может быть вы и к и пригласите потому что он достаточно если у него особенно если у него получится еще стрельнуть это вот группа мир нет группа эстрада рада видите надо выйти который сделал вот очень хорош парень саша химчук я давно знаю он он имел отношение к моему клипу с чистого листа вот и мы с ним сделали два трека очень симпатичных таких вот по крайней мере мне за них не стыдно но они как бы не прикольные то есть они серьезная модная поп-музыка вот и вот я сейчас думаю как это подать нужно как-то опять же через видео потому что но это все большие усилия большие деньги песни стоят денег это ну понимаете да так сказать это и время и так далее хочется заниматься и хочется чтобы это находило отклик мне не нравится современная поп-музыка сказали вы да что вам не нравится но она потому что она потому что в основном плоская про русскую и про русскую да про русскую да хотя есть бывают хорошие вещи там например но у меня там для джак халиб нравится некоторые вещи мне некоторые вещи он вот так вот сделать когда поймет что его к поп-музыке присислили нокий а я считаю что все поп-музыка вообще все поп-музыка а что рок-музыка осталось что земфира это не поп-музыка ну это все-таки поп-музыка все вот сами рокеры так про себя говорят потом что что мне нравится еще то мне очень нравится раньше группа хай-фай вот жалко что паша есенин перестал там петь никто не умел неважно фанеру песни были хорошие песни будут какое отношение это группе имеет внутри танцов но это не важно не важно не важно я же я же не вижу их и я просто беру таскать слушаю и мне нравится потому что было хорошо сделано вот даже одно он у него был момент когда есенин мог его чуть ли не мадонна приглашала к себе работать кстати вот такого есенина пашу это это композитор до композитора кто писал мадонна ну да да то есть он ладно ну давно нет но не важно я бы я говорю что он соответствует этому уровню одно время потому что в чем фишка вот этих вот продюсеров и аранжировщиков кто занимается поп-музыкой это очень быстро портящийся стоит точек выдает на гора продукт один-два-три года три года это уже много вот в швеции я вот например работал с чистыми стами дела ребята компания hit vision вот то есть они просуществовали они уже давно распались один там в рекламе другого ехал в корее делал корейскую музыку 3 вообще ушел то есть это очень все вот так вот и поэтому вообще жизнь так так изменилось что мы с этом мы об этом сегодня говорили что неизвестно как я буду популярен или как ваша программа будет популярна через год да это все очень быстро меняется молодежь не хочет и не может на чем-то опять же возвращайся к американским вот этим вот исследованиям они не готовы концентрироваться долго на одних и тех же брендах они готовы переключаться все время и ими и менять эти бренды это серьезная серьезная история вот поэтому российская поп-музыка сейчас мне не очень нравится но отдельные песни нравится иногда три песни которые вам нравятся современной музыки русской то у мото какие-то вещи нравится но это не песня просто направлениями нравится песня группы каспийский груз иванова город невест известная поп-группа каспийский груз так а я поеду в город невест чтобы начать все заново и найду себе там забыть фром иванова и кстати я был на их концерте у меня есть их родили карнат и я хочу на братьям с ним время на их концерте да кстати эту группу первая слушала стеши она 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 мне их открыл стеша слушала каспийский груз да сейчас вот сейчас я готов это сказать мне полна стрек группы 2517 очень жесткий трек что нас хоронили хотели забыть на наши имена они не понимали что что мы это семена я считаю гениальные слова это вот это рупор сегодняшнего поколения и вот таким словам нужно прислушать это поэзия это бродский только сегодня вот я может быть не очень четко вспомнил но 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 мысль именно такая то есть то что современная молодежь она тоже должна самовыражаться ей нужно и нужно свое поле поле деятельности и нужно его давать им через три года даже чуть раньше или через три года вам полтинник как вы хотите встретить чтобы сказать что все шикарно я доволен тем как может проходит вот не думал об этом есть два последних события как два моих товарища отпраздновали 50-летний юбилей абсолютно по-разному так первый это филипп киркоров а второй это федор бандарчук то то есть первый филипп но в силу свои особенности свои своего таскать своей личности сделал страшный хайп то есть не было передачи где где он не присутствовал и федор бандарчук тоже очень медийный человек как я я даже не знаю я не был приглашен я не знаю как он отправил как я слышал он просто сделал ужин для своих близких друзей все вот это 22 совершенно разных я нет но не могу сказать что я чему-то тяготею мне и этот и другой путь понятен и в принципе я могу и потому по другому пути пойти я пока не решил по какому будет почти вся попса наша поэта фонограмма сколько раз и когда после раз выпили под фонограмму на тех же съемках на сцене у нас и на сцене я давно это не против не практикую там в 90-е там был было потому что не было оборудования просто не музыка достаточно сложно электронная и и таскать вокалисты специфический поэтому я сейчас как и все мы используем плейбеки но и плейбеки нет вокала нет нет голоса вот могут быть бэк-бэк вокалист какие-то да если нет у тебя реально большой живой группы вот на волосок свой да и он живой а у вас бывает когда-нибудь косяки в связи с этим когда музыка пропадала рот еще не успевал не такого не было набор бывали другие косяки когда музыка заканчивалась а я начинал а я продолжал петь ну то есть и в тишине а музыка врубалась ну вырубалась электрично там это ли что-то было не был где-то был случай по вам в кирове как раз был концерт когда в начале вообще вырубилась фонограмма полный замок был 90 еще вот и но было пианино какой там вот я это самое лобал на пианино по полконцерта ну там в тишине в полно это ужасно конечно но люди естественно любят такие вещи они хорошо принимают блиц я задаю вопрос вы отвечаете быстро но не обязательно я видел эту рубрику золотой граммофон или versus сейчас уже верс почему ну я не пойду на версус как в рейда вот но просто я считаю что 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 versus это это сегодня а золотой граммофон это вчера лучше русская поп-музыка для того чтобы покопаться в себе но я думаю что сегодня это это серьезные рэперы типа оксимирона потому что я слышал его треки где он как раз анализирует молодежь анализирует там как раз рассказывался о девочке которая учится в швейцарии родители то есть вот эти все тонкие сложные моменты которые происходят но он это выражает в виде трек это всегда самое сложное а вот почему почему мне нравится город невест потому что эта история история сказанная в песне всегда дорогого стоит вы же хотите сделать с ним фит до оксимирона вы будете для этого что-то делать да если если у меня у меня даже нет его не координат ничего вы готовы к тому что он может отказаться да я знаю что он откажется и об этом даже везде говорю что скорее всего он откажется потому что рок и рэп исполнителям такого культового направления им как бы западло с поп-музыкантами что-то делать и в этом я бы я к этому нормально отношусь нет нет я я же с этого начал что те кто мне нужен не всегда и нужен я им и наоборот но ничего это меня не унижает если бы хованский был животным и спокойные ночи малыши то каким был слоником майкл джексон нашего времени бруно марс три лучших мировых музыканта прямо сейчас на этом что все таки это эд шерон старый мюз безусловно потому что евгений кисин пианист оказавшись перед путиным что вы ему скажете я вам скажу что на рояле недавно играли перед китайским президентом я знаю пару классных аккордов давайте подучил как вам его игра а вы знаете с этим музыкально играет музыка музыкальная допускай как он сам говорит одним пальцем но музыкально ну и молодец у нас есть традиция традиция после каждого гостя мы отбираем подарок придумываем задание и разыгрываем среди наших пользователей которые должны подписаться поставить колокольчик и всем будет счастье в связи с этим вы что-то принесли особенно сегодня да поставьте уже у меня на канале тоже колокольчик хватит хватит и им такие дела я принес как толстовка да да вот такая вот вы патентовали это нет мы запатентовали да мы запатентовали да но но для но это не не особо не особо моя инициатива я не планирую на этом зарабатывать это просто for fun итак друзья выдающиеся худи с надписью тяжеловато у вас есть возможность выиграть если вы в комментариях предложите новый коронный мем для дмитрия маликова у дмитрия маликова в общем-то тяжеловато сколько может год или полтора года пора менять дмитрий пора сочинять новый хит поэтому друзья в комментариях оставляйте новый мем для дмитрия маликова и мы разыграем среди понравившихся нам больше всего на этот самый приз дмитрий спасибо вы красавчик взаимно юрий будет дочь дочь будет юрий юрий будет дочь дочь ееее